Микс Ньюс Да, добрый день или добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Иммон Сбурвис у нас в студии. Политик с большим опытом. Говорят, что бывших депутатов не бывает. И это совершенно справедливо. Иммон, если мне память не изменяет, вы работали не только в Семену, но и, по-моему, в Рижской Думе тоже успели поработать. Я всю жизнь работал. Иногда и в Думе, иногда и в Семене, иногда на производстве, иногда в управлении. Всякое бывало. Да, но в Рижской у вас есть опыт работы и в строительном самоправлении тоже. Есть. Вот, может быть, начнем с той темы, которая вам тоже близко и по своей профессиональной деятельности. Я помню, что вы по первому образованию моряк, если я не ошибаюсь, да? Два морских образования, одно юридическое. Да, поэтому слово порт для вас не просто слово четырех рук. 18 лет моей жизни порт. Вот мы знаем, что этому предшествовало сегодняшнему голосованию в Семене, правда, в первом чтении мы понимаем, что машина для голосования запущена. Видимо, примут и в двух чтениях, поскольку решено в срочном порядке принять закон о, ну, я даже не знаю, как это вежливо назвать, экспроприации на, не знаю, рейдерском захвате. В общем, назовем дипломатически о перенятии государством Рижского и Венспирского портов. Притом пикантная ситуация в том, что если Венспирский порт еще хоть, ну, попал под санкции из-за господина Лэмбергса, то в Рижском порту Лэмбергс вроде никаким образом не работал. Не знаю, проходил ли мимо, может быть. Вот как вам весь этот кульбит? Вот я даже не знаю, это тут плакать, смеяться, что вообще? Нет, ну, когда, если слезами можно помочь, то можно плакать. Да. А пока что это все вызывает только хохот. Да. Я напомню, 89-й год, 91-й год, когда мы довольно скрупулезно, до крыка, до истерики решали вопрос о том, что можно и чего ни в коем случае нельзя пускать под приватизацию. И в этом составе было и такие организации, как ЛатЭнерго, и тогда мы ополчились на щелы, который, грубо говоря, подводил ЛатЭнерго к приватизации, и порты. С учетом того, что большие порты были государственными, самоуправление, во-первых, им хотело иметь с этого деньги, а во-вторых, самоуправление не доверяло государственному управлению, что пустят порты под приватизацию. В то же самое время государственные мужи в министерствах и в Сейме с подозрением относились к молодым, неопытным управленцам в самоуправлениях, что, ребята, ну вы там начудите, натворите и останетесь без порта. И поэтому это была единственная политическая, ну скажем, обоснованность, почему в портах появилась такая совершенно никчемная, ненужная институция, как правление порты. Она совершенно ненужная, но только с политической точки зрения, чтобы не допустить ситуации, когда какой-то идиот в министерстве, в правительстве или, наоборот, в самоуправлении сможет принять решение и приватизировать порт, это было создано. Сейчас, ну скажем, начнем с того, что я не часто хвалил Лембергса, но первое, что сделал Лембергс в этой ситуации, ввел свою кандидатуру из правления Венцовского порта. То есть, грубо говоря, он снял единственную опасную, так сказать, ну как правило, кстати, имейте в виду, когда вводятся эти санкции, дается месяц на устранение причин, которые вызвали эти санкции. Лембергс это, грубо говоря, сделал на второй день. Не дожидаясь. Тот случай, когда, я не знаю, с каких побуждений, может корыстных, может, наоборот, очень таких свободных побуждений, это его дело. Он, как человек, принял решение, как градоначальник, по всей вероятности, как депутат, и ушел. Честь и хвала. То есть, грубо говоря, никакой необходимости перенимать и изменять статус Венцовского свободного порта нету. Просто нету. А Рижского? Ну, Рижский порт. Ну, я до сих пор не знал, что Лембергс связан с Рижским портом. Ну, 18 лет отработав, для меня это была даже какая-то вот новость, я все-таки в порту и 18 лет отработал, зная все перипетии, связанные с Рижским портом. И тут такая вот для меня новость, что Лембергс виял. А премьер Харьевич, да, извините. Но, погоди, я хочу другое обратить внимание. Таким образом, как расправились с Лембергсом, нанесло больше ущерб не Лембергу лично, ну, скажем так, если он там мультимиллионер, ну, потеряет миллион два-тры, неприятно, но, грубо говоря, это мелочь. Я так понимаю, вот с его позиции. Но для государства это нанесли удар первой по всему престижу государству именно в вопросах мореходства. То есть, клиенты, грузы, грузопотоки, это все сейчас остаток, который и так сейчас падает, они сейчас будут искать, а с кем более безопасно работать, чем с Латвией. Это не только Венспилский порт, это и Лепайский порт, и Рижский порт. И тогда я вспоминаю, что одна партия шла на то, что мы будем акционировать, мы будем проводить приватизацию. Это была просто нескрываемая программа партии, имеет право на такое мнение, но в любом случае это вопрос о том, что разорять государство будем. Потому что если сейчас порты пойдут на приватизацию, это страшное дело. И тогда возникает следующий вопрос. А Лепайский порт? Кого берегут его? Для кого его берегут? Потому что Лепайский порт очень долго был военной базой. И я слышал не так уж и давно разговоры о том, что опять-таки есть планы строить военную базу. И тут господин Пабрикс тоже кричит о том, что нам надо НАТО тут на постоянной основе. Так у меня вопрос. Латвия отказывается полностью от морской политики как таковой вообще? Мы порты закрываем, промышленность эту закрываем, сами себе дыхание перекрываем? Ну, я не хочу верить, что такое возможно. Но, честно говоря, если я смотрю, как логически развиваются эти события, то это один из очень вероятных логических таких путей. Так что в этом отношении меня немножко дрожь в коленках. А вот премьер Господин Каренч, когда его спросили, ну хорошо, в Энспирский порт хоть есть какое-то объяснение, а зачем же вы хотите перенять и выкинуть оттуда представителей самоправления Рижский свободный порт? Он ответил замечательно, по-моему, превентивно. Ну, превентивно тогда надо было бы Каренчу повторить 34-й год, 15 мая, превентивно запретить САЭМ. Там такие придурки, знаете, они могут принять такие решения. Нет, превентивно закроем эту лавочку и все. Да, а вдруг они что-нибудь не то сделают? А вдруг они что-то не то. Я вот знаю, что надо, а они не знают. Кстати, Карли Суллиминс превентивно спустил 7. А то, что они... Ну, что, превентивно, но... А, кстати, те, кто были недовольны, превентивно в Каунтс Емс. Превентивно? Ну, Каунтс Емс уже нет смысла. Там, понимают ли, камни некуда деть, всегда главное сбыт. Поэтому это вопрос такой. Но тут можно с Путиным договориться. Латыши есть тропиночка в Сибирь, договориться с Путиным, отправить недовольных в Сибирь прямо. Там народу не хватает. Превентивно? Превентивно. Без каких вопросов, а чего волноваться? Хорошо. А вот к чему это все приведет? Мы же видим, что все это происходит в самое неблагоприятное время, когда грузопотоки снижается, грузооборот. Вот последнее время сообщили, что на 9,4% это мы так легко этими цифрами манипулируем. На самом деле это большой объем, 20 тысяч работников и так далее, и так далее. Вот эта чехарда с переменной права собственности, это как может повлиять? Я хочу напомнить две вещи, которые кто-то знает и не помнит, кто-то даже и не знает. У латвийской классики есть такая книга «Цеплес». Это блестяще. «Искутство банкрота». Я напомню то, что многие забыли. Последние годы Горбачева уже в качестве президента Советского Союза, когда директора заводов у каждого своего завода устраивали кучку разных кооперативов, которые жили и богатели за счет завода, которым управлял директор. А завод, естественно, ну как, ну сколько ж можно ложить? Боливар не выносит двоих, да? И вот сейчас, по-моему, у нас Латвия вернулся вот как раз в 89-й, 95-й год, когда каждый, кто имеет возможность чего-то урвать, не думает по последствиям. Ну скажем, в первом приближении, почему многим сегодняшним партиям нравится идея взять под свой контроль порт? А потому что там есть какие-то должности, какие-то места, куда можно своих людей устроить. Что они там будут делать? Всего лишь, да? Всего лишь. Они будут послушные. Потом чего-то, какой-то кусочек урвать и прочее, прочее. Потому что капитализация и потом дальнейшая приватизация, это же ведь тоже еще долгий процесс, а хочется-то сегодня. То есть человек, который управляет процессом, ну приватизационное агентство Латвии мы, наверное, помним. Я не знаю, много ли государства выиграло с этой приватизации, но люди, кто там работали, никто на нехватку хлеба не жалуется. С маслом и ковочкой. Ну там я уже не знаю, там уже есть ли хлеб под этим маслом. Но это в любом случае, они на бедности нехватку еды не жалуются. Тут то же самое, нет ничего более удобного во время бардака, когда что-то крупное рушится, что-то урвать. Поэтому многие, скажем, производители любят войну, после войны много что надо и во время войны много что надо. Вы воюйте, мы сейчас устраиваем у себя последствия войны, пока еще войны не было. В боязни от того, что Россия вот завтра утром у нас, ну не в этом так, в следующем, не в этом десятилетии, в следующем десятилетии нападет, мы уже теперь готовим к себе военную разруху. Сами? Сами. До того, как войны. Что врагу ничего не досталось? Что бы ему, сволочу, ничего. Так я так понимаю, что с банками постепенно разобрались, уже теперь на очереди транзит, так я понимаю? С банками, я думаю, разобрались только с некоторыми, потому что за это время сменилось уже поколение управленцев, и я думаю, новым управленцам может уже мешать другие банки. По-моему, я забыл человека, который говорил, что когда пришли за евреями, я молчал, когда пришли за коммунистами, я молчал, и так далее, и так далее. Потом пришли со мной. С банками разобрались, с некоторыми, ну, некоторые банки это еще теперь прочувствуют на себе. Это у каждого бизнеса такое, когда идет такая вот переделка. Вот суть-то вопроса в чем? Он, ну, не любил, он был человек не моего мышления, но он делал и передел, и одновременно он создавал структуры, которые что-то создавали, чтобы было что переделить. У нас-то суть-то вопроса в том, что мы не можем делить то, что создаем, потому что нифига не создаем. И в результате мы делим-делим и не замечаем, что то, что мы делим-делим, переделиваем, еще раз переделываем, оно становится меньше с каждым разом. Посмотрите, как литовцы сейчас радуются, что у нас такой передел. Они просто праздник, шампанское литовце рекой, да. Ну, рекой не такие уж и не пьяницы, но радоваться они радуются, потому что, естественно, на наших ошибках они контейнеры и терминал отгрохали такой, что наш стоит без работы, в общем-то, а у них работает, кстати, на Латвии работает. Ну, это мне всегда нравилось. Я люблю Клапецкий порт, я на него очень много ходил на танкерах, когда работал, и как он вырос, ну, душа радуется. А когда эта организация растет за счет Латвии, ну, скажем, с одной стороны, радуюсь за них, но довольно больно за Латвию, потому что, думаю, почему мы такие идиоты, что мы отдаем свой бизнес. То же самое и с банками, это по любому вопросу можно говорить одно и то же самое. Вот, учитывая Ваш политическое впечатление, может быть, вот такой вопрос задам, может быть, неожиданный. А как Лэнберг оказался в этом черном списке Соединенных Штатов? Он, по-моему, в Соединенных Штатах-то был хорошо, если два раза в жизни. — Абик, ну, я понимаю, что я по прическе почти что гений, поэтому ты такие вопросы задаешь. Откуда я могу знать, что в головах у американских чиновников? Я с ними не общаюсь, я не был генеральным прокурором, не бегал к послу Америки, я не был министром, не бегал... — Могли помочь наши политики, могли помочь Соединенных Штатов. — Я, честно говоря, не вижу другого пути. Ну, мы же знаем еще со времен Майзит и с открытым текстом. Скажем так, я когда был в Сэммите, то у нас тоже нас приглашали, там, по поводу, без повода. Всегда находилась причина посидеть. Но у нас не было такого, чтобы люди сами туда бегали и рассказывать, кто у нас хороший, кто у нас не такой хороший, да. Когда я узнал, что генеральный прокурор идет консультироваться с послом Америки, для меня это был шок, потому что... Но я считал, что, не дай бог, хорошего человека сейчас за предательство своего государства, ведь можно... А иначе-то и расценить нельзя. Оказывается, это нормально. Когда министр Латвии пишет письма иностранным послам, иностранным государствам, тук-тук-тук, ребята, я начинаю понимать, почему очень много стукачей было у латышей, которые сами на себя писали доносы на своих родственников. Это продолжается то же самое. Мы теперь выбрали себе другого барина. И я не знаю, как по-другому это назвать. Раньше же стучали в Москву. Начальник на начальника, секретарь райкома на секретаря райкома, на обкома и прочее, прочее. Сейчас мы стучим в другой обком. Уже теперь не Москва, теперь у нас Брюссель, теперь у нас Вашингтон. То есть все это продолжается. Вы все-таки услышали этот стук? Ну, скорость, стука всегда было быстрее скорости звука. Это, ну, это уже не новость. Извини, это, но я просто вот не представляю, но, скажем, в одном правительстве работает министр путей сообщений, задача которого очень тяжелая, и я бы сказал бы, довольно профессиональный человек на этом месте сегодня себе. Да, ну, я почему не люблю рекламерию других политиков, кроме себя, не хотел его называть. Да, неважно. Вот, но в любом случае он довольно профессиональный человек и довольно принципиальный человек, и без него его женили, грубо говоря. А то, знаешь, была такая хохлядская пословица, выколю глаз, чтобы натёжшие смеяли, что у неё взять одноглазый. Так у нас теперь хуже. Оторву себе яйца, пускай натёжшие смеются, что у неё взять евнух. Ну, мы обрываем последние возможности своего министра транспорта что-то развивать. Страна, которая остатки транзитного бизнеса должна сохранить, чтобы выжить. Ну, есть слова, но, понимаешь, они не из той лексики, которую в эфир можно пускать. Емэнс Бурович, у нас в прямом эфире, я вижу, что есть звонки, есть буквально пару минут рекламы, потом вернёмся в студию, не переключайтесь. Микс Ньюс. Да, добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Ещё раз напомню, что мы живём, если верить господину Борденсу, есть такой у нас министр юстиции, живём в эпоху бескомпромиссной законности. Вот, господин Бурович, Емэнс Бурович, Настасья, напомню, у нас сегодня в эфире. Я не знаю, как вам этот термин «бескомпромиссная законность». Знаете, я весьма зауважал Юрия Добелеса, когда он один раз в полемике, но это не демократично, это не то, не сё, он сказал, диктатура является составной частью демократии. В данном случае господин Борденс его перещеголял. Беззаконие является составной частью бескомпромиссной законности. А, это хорошо. Как сказал бывший спикер одной соседней страны, что вообще парламент – это не место для дискуссий. Да, так сказать. Красиво сказано всё-таки. Это примерно из той же серии. Ну, не знаю, тогда я бы хотел узнать, где является место для дискуссии. Я всегда считал и спокойно относился к тому очень большому колючеству суесловия в парламенте, потому что для того, чтобы найти рациональное зерно, надо выспориться о вариантах. В данном случае, если господин Борденс перещеголял даже Юриса Добилеса, то я понимаю, что у нас закон теперь только один человек, все остальные просто это, ну, придаток к использованию экспериментом по законности. Поэтому, в принципе, то, что пример закон о финансировании здравоохранения не исполняется, уже не удивляет в этой ситуации. Ну, в данном случае меня удивляет только одно, что народ у нас такой терпливый. Суть-то вопроса в том, что вся игра, большая игра в пользу независимости государства Народного фронта, в основном, мы создадим правовое государство. В тот момент, когда мне один из светочей Народного фронта, господин Левиц, который был даже министром юстиции, начинает объяснять, как законно не выполнять закон, если это невозможно, я просто мысленно аплодирую. Потому что, скажем, мне очень трудно выполнить многие законы сегодняшнего государства. И тут мне теперь президент говорит, что не можешь, не выполняй. Нет, это же прекрасно, просто я радуюсь за государство. То есть, в принципе, это правильный совет? Это правильный совет, ну как, Сэм показал хороший пример. Не можешь не выполнять. Мы принимаем закон, который должен быть, потому что хрен его знает какой-то дядька в Брюсселе, требует, что он его так надо. Но мы его выполнять не будем, потому что он никак, ну не нравится мне этот закон. Ну а почему тогда другие люди не могут то же самое? Я гражданин этого же государства. Я учусь, как правильно выполнять законы у президента своей стороны, у депутатов Сэйма, у министров. Раз мне объясняют, что закон, который неудобен, можно не выполнять, ну и нахрен, мне тогда его тоже не надо выполнять. Да, это, кстати, очень хорошее было замечание, с учетом его следующего вопроса по поводу распуска Рейшской думы. И его Рейшскую думу хотят распустить, видимо, так и будет сделано, из-за того, из-за мусорного всей этой истории. Но самое-то смешное... Что мусора на улицах нету, да? Ну, скажем, как есть. А ведь мог бы быть, сказал один из депутатов, ведь мог быть мусор. Ну да. Превентивно. Рейшскую думу тоже увольняют превентивно. Ну, я знаю, чем кончили превентивные вопросы решать коммунисты, грубо говоря. Тройка решала вопросы превентивно. Да, да, да. Ну, кстати, у Зэм Метанца тоже, он не был коммунистом, у него тоже тройки были. Да, и тоже превентивно. И тоже превентивно. Ты думаешь по-другому, расстрелять. И довольно много латышей-латышей постреляли таким образом превентивно. Врагов народа в России нашли. Кстати, наши же ребята устраивали ЧК. Так что все путем, все идет превентивно. А потом мы удивляемся. Я просто не знаю, почему мы тогда ругаем то, что уже было, если мы теперь готовимся точно так же действовать. Вот этого я пока не понимаю. Да. Так, надо дотянуться, видимо, до наушников, чтобы мы могли услышать звонки наших радиослушателей. Так, сорвался звонок, вторая попытка. Добрый вечер, слушаем вас, пожалуйста. Вечер добрый. Да. Понимаете, такая штука. Как мне кажется, мы сейчас стоим в Евросоюзе. Громаднейшая организация 500 миллионов населения, которая объединяет кучу государств. И вдруг какое-то государство, которое не входит в этот пул, да, и оно вдруг объявляет какое-то подразделение, несоответствующим его требованиям. Вот. И все эти 500 миллионов людей, вся эта евроструктура, она даже не пытается выяснить, что происходит, как происходит, почему без ее разрешения, почему с ними не согласовали. И вдруг на тебе накладывают санкции на вот у нас небольшое такое маленькое подразделение. Почему? Для чего мы входили, говорит Евросоюз? С чего мы там от него хотели? Спасибо большое. Суть-то вопроса в том, что Америка довольно долго хотела доказывать Евросоюзу, не Латвии, что она имеет экстратериальное право устанавливать правила игры везде, по всему свету, так сказать, в интересах США. И вот это, возможно, одна из новых попыток. Америка от этого ничего не теряет. Европа, Евросоюз, она уже сейчас не то чтобы потеряет, это будет щелчок Брюсселю по носу, но с другой стороны, это пробный камень. А как пойдет в следующий раз? Потому что торговые войны-то у нас продолжаются, и такая вещь, как привичка, остается. Но, скажем, те же латыши и другие граждане Латвии очень спокойно принимают, когда Сейм нарушает закон. А, он сам принял, сам отменил, тра-та-та-та-та-та-та. Первый раз это боязно. Второй раз вроде как посмотрим, что получится. А с третьего раза. Мне закон не нравится. Привичка. Это, ну, там есть и куча анекдотов на эту тему, когда с третий раз с колокольной прыгает, и поп говорит, девица, которая прыгнула и не разбилась, говорит, ну, это у него привичка такая, да. Ну, у Суворова то же самое было. Раз победил, два победил. Воевать-то не умел, а побеждал. Ну, привичка такая у него была, да. Тут то же самое. Раз шелбан Брюсселью по носу, второй раз – это, да, оскорбление, я согласен с вами, это оскорбление Брюсселя, не только Рыги. Так что спасибо за вопрос. Возвращаясь к вопросу вот о распуске Ильичской думы, вот если честно, вы же, в принципе, как опытный политик ожидали, что этим может дело закончиться, да? Суть-то вопроса была в том, что когда нельзя, но очень хочется, то, оказывается, можно, да. Я всегда, я не за то, чтобы всеми путями надо было Сасканю оставить у власти и Ушакова оставить председателем думы. Я всегда задавал обратной стороне вопрос. Ребята, а что вы можете предложить другое, лучше? Ну, скажем, снимаем Ушакова. Да бог с ним, Ушакова, в конце концов, устал, зараза. Кого на его место? Покажите мне, кто, потому что это место, где надо уметь сплотить ни чиновников, ни партийное руководство, а где надо суметь сплотить вокруг какой-то общей работы граждан города. То же самое уже у нас с государством. Сейчас у нас, конечно, очень идиотская ситуация, когда высшее управление страной у нас в руках не совсем-то граждан Латвии. Кто имеет несколько жен, не имеет ни одной. Кто имеет несколько гражданств, грубо говоря, не имеет никакой, это космополита. В результате сейчас мы как-то исходим из того, что вот Рижскую думу распустим, и завтра утром все будет хорошо. А теперь посмотрим, что предложили ребята, давайте объединим все партии, чтобы Сасканя не победила. Почему? Сделаем снова Ригу Латышской. Извините, это цель? Это единственная цель, для чего надо менять власть в Риге, сделать Ригу Латышской? А сходите в магазин в Олимпию, на втором этаже, там много разных маленьких, поесть, покушать. Найдите мне подряд три названия на латышском языке. На английском, на немецком, на что-то там еще было. Извините, это латышский, я так понимаю тогда. Я не понимаю смысла. Я понимаю, если, скажем, Ушаков неправильно ремонтировал улицу Крещенова Валдемара или улицу Крещенобарона. Мы будем ремонтировать лучше. Об этом речи нет. Об этом никто ничего не говорит. Сделаем латышский, посадим на место Ушакова латыша. А что, латыши там не сидели? Я, насколько помню, сидели, и я бы не сказал бы, что рижане были довольны их работой. То, наверное, все-таки руководитель городом должен уметь работать. Господин Буров, я, например, знаю, умеет работать. На всех должностях справлялся и работал не так уж и плохо. Может, у кого-то какие-то претензии, без вопросов. Да, политик, он, я бы не сказал бы, очень удачный, никогда, может, политического опыта не хватает. Но сейчас его сделали мэром. Ему хоть день работать дали? Я не помню ни одного месяца его вот сейчас работы мэром, чтобы ему дали работать. Его все время снимали, 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 снимали. Бесконечно снимали, да? Не, ну, это великолепно, конечно. Мы будем делать все, чтобы вы не могли делать ничего. Ну, странная позиция, на мой взгляд, если человек говорит, что он любит город Рига. Да, вот еще одна, как бы я сказал бы, зигзаг демократии, вот так я бы это определил, это инициатива правящих, сейчас все ими, кстати, вот в данный момент буквально обсуждаются, вот в эти же минуты, в эти же секунды, о том, что, вы знаете, поскольку у нас неочередные выборы Рижской думы будет, ну, как-то мало будет неочередная дума работать год и три месяца. Давайте мы одни выборы пропустим, и Рижская дума будет работать до 2025-го. Я, правда, не понял, а почему только одни выборы, если чтобы экономия была, можно и следующие пропустить, тогда до 2029-го. А если выборы не устраивает, так это же вообще будет экономия? Ну да, я не знаю, а кого надо выбирать, тогда, может, вернемся обратно к тем временам, когда в Латвии были, как он там, Лилмэстерс, Ливонский орден, когда тут правил, и бископы. То есть создаем опять, ну, что-нибудь наподобие теократического или аристократического такого общества. Вот Левиц, наконец, стал у нас президентом, давай сегодня решим, что его сын будет следующим президентом, ну, хотя, по сути, королем. Тогда не надо никого менять. Чиновников сам будет подбирать, выбирать никого не надо. Не надо? Экономия? Ну, сплошная экономия. С точки зрения управления, чем жестче правила игры, ну, как-то, я не знаю, как-то немецкие бароны латышам не нравились. Но, может, понравится английский, французский, понятия не имею. Опыта нет у меня такого. Я вот баронов не люблю, как класс. А, так, генетически. Вне зависимости от того, как их называют. Потому что, знаете, вот в русской, или советской, или в царской, не знаю в какой армии, был такой присказка. Ты начальник, я дурак. Я начальник, ты дурак, да? Так вот, латыши сейчас таким образом и работают. Если какую-то глупость даже, нормальные люди на любой должности могут сказать глупость, Ну, вот если какую-то глупость сказал, то уже сразу это чуть ли не закон, что так оно и есть. А думал ли человек в тот момент о том, что он говорил, это уже никого не интересует. И поэтому... Ну, а как Дума на 5,5 лет? Не, ну, почему? Господи, и Думу можно и на 12 лет, и на 15 лет. Действительно. Тейкменес, например, сам понял, что не справляется с руководством Думы и ушел в дипломатическую карьеру. В честь ему хвала, он трудный период, он выдержал трудный период и ушел, когда чувствовал, что не мог. Не поверите, в последнем Верховном Совете действительно был, я очень ценю этого человека, тот же вот Иман Зедуанес, да, который честно сказал, ребята, что мы мучаемся? Наша задача была восстановить независимость, а дальше мы же понятия не имеем, как управлять государством. Нам надо уходить. И они же ушли на год раньше, они себя лишили зарплаты и прочее, прочее. То есть я сделал, что мог, пускай приходит следующий и делает лучше меня. А сейчас, так, боже ты мой, ну, на 12, на 20 лет, ну, что ж, по крайней мере, будет стабильность. А может быть, действительно, правящие партии просто рассчитали по рейтингам, что они могут взять власть в Риге? Могут они взять власть в Риге? Знаете, мне очень нравится выражение «взять быка за рога». Не слышал никогда? Ну. Слышал, да? И, как правило, когда берут быка за рога, удается схватить его за хвост. А хвост, ты знаешь, он скользкий, там, разные составляющие на хвосту висят, да? Да. Вот не получится ли приблизительно так? Потому что, скажем, если бы партии разные, хорошие, плохие, может, и я их не понимаю, может, они лучше, чем я думаю. Если бы они шли бы о том, что мы сделаем для города Риге, что мы ему дадим. И люди им поверили и поставили. Я это понимаю. Но когда говорят «голосуйте за латышские партии, будет латышская Рига», то первое, что сделали, обратную сторону мобилизовали. Потому что, ну, наших бьют еще никто, нигде никогда не отменял. Нашу бурсу, когда били, так тоже. Виноват, не виноват, мы со своим потом разберемся. Мы летели туда на защиту, да? Это и в Тикси было, это и в любом другом порту было. И тут в данном случае, если у нас опять начинается, что не идем по тому пути, как сделать город лучше, а как сделать его, я не понимаю, в чем латышкость только, но это мне немножко претит. Да, давайте, звонок, я вижу, что звонков много. Добрый вечер, слушаю вас, пожалуйста. Так, нет связи, попытка вторая. Добрый вечер, слушаю вас. Добрый вечер. Пожалуйста. Уважаемый вашего гостя, вопросик, как он относится к событиям на Украине, вот 30 лет прошло, ну, и 14-го года поподробнее. И видит ли он параллели, значит, с Украиной и Латвией, то есть, может быть, у нас так же события развиваться, как... Ну, на последний вопрос сразу отвечу, считаю, ну, по крайней мере, сейчас ни в коем случае так же не будет. Как я вижу события на Украине, честно говоря, мне хочется плакать. Я очень люблю город Одессу. Как моряк. Я не знаю ни одного моряка, который вот Одессу не любит. Ну, мне не попадались, по крайней мере, да. Но суть не в этом. Украина, исторически так сложилось, Украина и... То есть, берега Черного и Балтийского моря, окраина Российской Царской Империи, они были носителями индустриального пояса Царской Империи. Рига была третья после... Я даже не помню, после Питера или... Питер был после Риги, как индустриальный город. Мы, по крайней мере, Рига одна из лидеров, да. То есть, уходя из Советского Союза, Украина имела наилучший баланс промышленности, энергетики, транспортной логистики, курортной составляющей, даже лучше, чем у Латвии. И когда всё это погибло под разворовыванием, на мой взгляд, это было для меня, как для латыша и как латвийца, это было более даже обидно, чем многим хохлам там на месте. У меня очень много друзей на Украине. И поэтому, мне, честно говоря, просто очень жалко украинцев по сегодняшний день. Когда энное количество лет назад говорили, вот первые потуги появились, что вот сейчас там будем Майдан состраивать, я говорил, что, ребята, это будет большая кровь. Да не будет крови, мы тут, как весь мир, сделаем песенную революцию. В результате где-то сейчас только на одной стороне 13 тысяч погибших, на второй стороне такие же украинцы, по крайней мере, граждане Украины, которые они не признают на Донбассе и Луганске, они такие же украинцы, в общем-то. Сколько там погибших, сколько детей погибло, оно было надо, для этого надо было переворот делать. Порошенко имел возможность стать, ну, первым после переворота законным президентом. Но для этого надо было объединить народ. Объединил? Нет. Было выгодно воевать. Зеленский, ну, я не столько хорошо знаю Зеленского, чтобы сказать, что он думает. Но на сегодняшний момент я вижу, что у него не идет. Потому что, когда я смотрю и российское, и немецкое, и французское телевидение, и вижу на разных языках по-разному говорят, а украинский перевод вообще не совместим со сказанным, то это мне вызывает вопросы. Потому что лукавить можно. Можно один раз соврать, можно два-три раза. Но когда врать без остановки, то в конце концов сам себе-то не веришь. А где уж там народу? А если народ не поверит, не объединиться? В Латвии у нас на сегодняшний момент, что делает правящая коалиция? Нравится, не нравится сасканье, нравится, не нравятся люди в сасканье. Но это, отмечу, это граждане Латвии. Ладно, у нас это идиотское положение с негражданами. Это граждане Латвии. И если мне кто-то для латышскости, начиная делить граждан уже, этот правильный гражданин, этот неправильный, а этот вообще, ну, первое, что надо делать, чтобы общество победить и, как баранов, на заклане вести, их надо раздробить. Все, стадо сразу не поведешь. И вот это как раз сейчас производит. Дойдем ли мы до того, как на Украине? Я очень надеюсь, что нет. Потому что, ну, может, потому что вот этот металлолом, который приводит, он не такой работоспособный, как кажется и как показывает на параде. Я тут один танк увидел, и сначала подумал, что это экспонат еще с высадки в Нормандию во время 44-го года. Оказалось, это более новая техника. Но тут я ошибся, конечно. Ошиблись. Но похоже на Нормандию. Очень похожая была. То есть, в принципе, можно было сразу на выставку. Так, а больше ни на что ей не годится-то, потому что там, оказывается, и проблемы со снарядами. Да, ладно. За 50 лет чуть-чуть поизносилась техника. Ну, поизносилась. Сам понимаешь, металл, он тоже имеет усталость. Да, и у нас был в студии. Большое спасибо. Абик, что ты смеешься? Я так серьезно. Спасибо. Спасибо.